Дагестана, лучшие бойцы Чеченской республики, также Казахстана и других республик. Но я надеюсь, в следующем году мы сделаем более мощный турнир. Я думаю, что будут тут самые лучшие топы у бойцов всей России еще. То есть следующий турнир вы проведете именно в следующем году, да? Нет, скорее всего у нас ICB-10 будет, мы планируем провести в Польше. А там видно будет. Почему именно в Польше? Там есть... Сложились отношения? Да, да, сложились отношения, и они нам предложили, мы согласились. Вы знаете, у нас сегодня здесь побывало немало известных людей республики, в том числе такие боксеры, как Руслан Таранов, Бакит Магомадов и Руслан Чигаев, который 6-го числа здесь проведет чемпионский бой в Грозном. Сколько вообще шоу планируете в год проводить? Вот поскольку все-таки получается, и картинка хорошая, и миллионы людей сейчас на бойце смотрят вас. Сколько шоу? Ну, честно сказать, у нас ситуация такова. Мы заключаем контракты с нашими бойцами, и мы гарантируем им, что мы в течение года как минимум 4 боя проведем. Исходя из этого, в основном, мы планируем свои турниры. А так шоу... Ну, вы знаете, да, на Кавказе любят бои. Не только на Кавказе, вообще во всей России мы все любим драться, да? Вот, с детства деремся. Вот. Ну, лучше всего, если мы будем драться здесь, нежели где-то еще. Вот еще такой вопрос. 20 боев не многовато ли? Небольшой формат? Хотя я соглашусь, нарастающий идет, так сказать, коэффициент качества боев. Вначале мы видели, так сказать, просто предоставили площадку, наверное, ребятам, потому что им тоже нужно пробовать силы. А где, как не здесь? Вы попали в десятку, исходя из этой логики, это было сделано. Хотя оптимально, я считаю, это 12-14 боев. Вообще, я, в принципе. Но, как вы сказали, мы обкатали несколько пар. Ну, это, в принципе, наработка опыта. Еще такой сегодня симбиоз интересный. Вот, господа Костенко, которые представляют фирму Skyboxer, они лучшие промоутеры по профессиональному боксу, и они эти шоу по профессиональному боксу проводят. И вот так симбиоз получился удачно, да, сегодня. Как работает вот в этой команде Юга России, на Северном Кавказе, которая работает? Знаете, они профессионалы своего дела, а проводить бокс или ММА, в принципе, тут большой разницы нет. Кроме всего этого, у нас на протяжении последних нескольких лет сложились с ними очень хорошие взаимоотношения. Они предложили свою усвоенность и согласие. Вот есть такой айсберг, да, а на вершине айсберга UFC слово, да? Ну, да. Ну, естественно, Айсб, UFC, может быть, этот проект когда-нибудь станет, как UFC в России? Есть такой надежда такая? Все-таки мощности включены уже? Настрой есть, я вам больше скажу. Это мое мнение, может быть, сейчас меня слушатели не поймут, но я не считаю, что UFC – это клуб земли. Абсолютно. Представьте, 8 весовых категорий, один прекрасный день, российские ребята во всех весовых категориях возьмут пояса. И что? Получится РОС UFC. Согласны со мной? Зато у нас уже чеченцы-дагестанцы в UFC представляют Россию. Тоже как бы это надо учитывать. Это наши разведчики, я думаю, что все будет нормально. Мы скоро порвем UFC, надеюсь на это. Ну и несколько слов. Майорбек Хасиева, одного из руководителей, основателей, руководителей фирмы ACB, к тем, кто сейчас слушает «Магмиллионы России», что вы хотите сказать, учитывая вашу должность довольно высокого порядка в этой организации и быстрорастущей? Я бы, знаете, к кому обратился? Я бы обратился к молодым ребятам России, Кавказа, вообще, в принципе. Занимайтесь спортом. Движение – это сила, это здоровье. Без движения, я не знаю ни одного чемпиона мира, который не тренируясь, становился. Занимайтесь, занимайтесь, еще раз занимайтесь. Сегодня Рамзан Ахматуш Кадыров, который курирует, патронирует перку, да, смотрит за турниром. Для вас это, так сказать, ответственное же мероприятие. Как вы думаете, в целом, дай бог, еще два боя осталось, но, как вам кажется, ответственность – это без сомнения, но, знаете, если бы все знали бы, насколько этот человек, Рамзан Ахматуш, поддерживает спорт, он сам спортсмен, не только спорт, культуру, здравоохранение, в общем, все направления, социальные вопросы, он сам лично курирует, и, естественно, у нас есть мощная поддержка. Было бы, я не знаю, ненормальным не показывать результат. Ну что ж, спасибо, что вы провели уже первые пояса роста победителем, один даже в Казахстан уехал, спасибо. Спасибо вам, очень приятно было с вами пообщаться. Удачи вам. Спасибо большое еще раз за гостя очередного. Ломали Зурушев сейчас у нас вновь занял место на позиции коммитаторской. Мы внимательно сидим, два поединка осталось. Сейчас вот тот поединок, который вы недавно анонсировали. Два представителя Беркута, вес выше 93 килограммов, Истраил Махашев и Зелимхан Умир. Два одноклубника, два друга, два товарища впервые сходятся в октагоне, тем более за пояс Беркута, за пояс Абшалю чемпионов. Беркут, вот понимаешь, такая ситуация, что я даже не могу найти слова, чтобы сказать, кто из них, кто лучше, кто хуже. Вы хотите выразить восхищение тем фактом, что такие бои проводятся. Да, такие бои проводятся. Но Махашев очень любитель удара, ударной техники. Также и Умиев, любитель ударной техники. Он вот кто, что сегодня друг другу противопоставит и на какой ошибке друг друга поймают, нам неизвестно. На что делают ставку, да? На что делают ставку, нам неизвестно. Но оба очень хороших, шикарных бойца. У Махашев постарше, да, я так понимаю? Нет, нет, нет. Это иллюзия. Это Умиев постарше. Ой, простите. Да, Умиев постарше. И рекорд практически одинаковый. Единственное, что у Умиев нет поражений из пяти боев. Да, в ММА опять, как тебе бы говорил. Да, да, да. А у Махашева одно поражение есть, шесть боев у него. Уже опытные, очень достаточно опытные бойцы. Кстати, очень часто участвуют в разных турнирах, соревнованиях. Все без паники, без суеты. Да, спокойно. Удары проходят, все четко, рабочая ситуация. И удары не слабые, кстати, там слышно, как звучит удар. Музыка ударов слушает. Да, музыка ударов, вот это хорошо сказано. Сейчас не вкладывается, да? Провел такие удары два боковых. Смотрит за действием партнера, куда он двигается, в какую сторону. Думающий, боец. Нет, тут тоже, вот, вот видишь, прошел, поймал. Вот, в любую минуту меняется ситуация. Тут каждый ждет вот что-то такого, чтобы на чем бы поймать противника. Вот, очень известные, известные бойцы, друзья, товарищи. Да, очень крепкий мужчина, взял им Хануми. Да, взял, взял им Хануми, поймал, поймал. Чем-то напоминает, вот он, бой предыдущий. Как будто вот проверку экзаменуют, он, да? Вот такой габаритный боец, крепкий, да? Да, 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 вот о чем я и говорю. Конституции такой. Вот вырвется, но Хаша или не вырвется? Многие сейчас слабо стоят, сложно вырваться. Выключены. Не думаю, что умеет его отпустить. Все, как я и говорил. Ана-Конда, она проходит. Ну что ж, в принципе, логичная победа. Был шанс, его боец использовал. Я не знаю, я ни в ринге, ни в октагоне, я не могу судить и решать, но захват был такой, что навряд ли вырвался по Махашеву. Ну ничего, Махашев, молодой боец, очень перспективный, у него все впереди, талантливый парень. Да, вот мы здесь находимся, рядом с октагоном, у нас даже забрызганы кровью листки бюллетеней, да, то есть мы находим в самом петле своего одния. Сегодня-то? Один бой остался, да. Да, один бой остался, бой вечера. И данный турнир этого года уйдет в историю. Первый финал. Я сказал, не уйдет, он уже делает, что ли? Да, уже делает историю. Финал, 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 который так долго ждали.